привет всем с вами светлана сегодня новый браслет шамбала из бирюзы вот я вам представляю два браслета которые у меня уже есть бирюза мне нравится тем что это совершенно простой камень но который подходит к джинсовой одежде мне очень нравится и так вы можете выполнить вот двумя из этих способов но сегодня мы рассмотрим немножко другой с добавлением шамбала специальных бусин и вот между бусинами это специальный спейсер называется такие вставочки как для промежутков между камушками и так весь набор вы видите как обычно я использую досточку около 45 50 сантиметров жгут 2 миллиметра 2 жгут у нас около полутора миллиметра полутора метров обязательно обрабатывайте концы то есть немножечко прижечь их притушить чтобы они не раз не расходились итак начинаем из обычного плетения не завязываю узел а начинаю плести влево вправо всего лишь два раза то есть жгут налево жгут направо и так два раза теперь берем первую бусину и оплетаем ее опять делаем узел влево узел вправо перед тем как затянуть второй узел проверяйте чтобы первый у вас был затянут у меня например нитка она нейлоновая она очень сильно растягивается поэтому сначала проверяю как завязан первой вторая бусина у нас идет с добавкой с промежуточной лево вправо теперь идет бусина шамбала и таким образом вам нужно пройти всю длину браслета опять синяя бусина вторая бусина идет с добавлением вот эти вот промежуточные я вставила только те которые близко к бусине шамбала то есть когда вы смотрите это как будто получается блеск от этой бусины как будто тень от нее идет первое с добавлением только с правой стороны а вторая будет с добавлением с левой стороны сторона которая ближе к бусине шамбала можете попробовать и без этих добавлений так просто немножко чем-то отличаться от других еще раз бусина шамбала бирюза с промежуточной еще одна бирюза последняя она она идет без промежуточной а теперь сделать нужно такое же количество узелков как мы делали в начале в начале мы делали два полных круга то есть лево-право 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 два раза вот это раз считается и два теперь нам нужен а мы измеряем вот у меня 18 сантиметров или это в другом измерении 7 так для кому кому нужен в принципе этого достаточно что теперь подровняли сложить вместе подровнять концы иногда нужно даже подтянуть его чтобы он смотрелся более упруго переворачиваем на изнаночную сторону и делаем два узла хорошо завязываем крепко два узла теперь вы используете клей чуть-чуть совсем довольно хорошо держит после чего я беру сюда плоскогубцы и прижимаю чтобы смотрелось не пупырю не не топорщилась теперь ножницами отрезаем концы как обычно прижигаем их аккуратно чтобы не сжечь основную нашу нить после чего складываем браслет пополам и так чтобы эти нити не ехали лучше всего использовать скотч слепить их потому что эту часть плести не так удобно как первую часть следующая моя нить она около 45 сантиметров она совсем не длинная но концы уже должны быть обработаны конечно же как обычно при сжечь их и начинаем плетение как обычно начинаем слева лево право не очень удобно плести вот в этом месте но возможно поэтому аккуратно не спеша делаем стежок за стежком особенно нужно проверять потому что проверять чтобы хорошо ложились стежки чтобы не было перекосов и таким вот образом вы проплетаете сколько вам нужно так у меня рука она не широкая и поэтому мне нужно совсем немножко мне этого то принципе многовато у меня самый лучший браслет мне подходит это 18 сантиметров а тут у нас 18 только в камнях но еще где-то два с половиной сантиметра идет застежка ничего нормально и так вот у нас подходит уже почти к концу доплетаем нужное количество количество Итак, готово. Перевернуть на обратную сторону и завязать двойной лусин. Отрезаем концы, прижигаем. Абсолютно просто. Клеим немножечко для фиксации, но сильно не переборщите, потому что это застежка. И чуть-чуть прижать подскалбокцами. Ну, если есть время, дать немножко подсохнуть. Теперь нужно убрать скотч. Нужно оформить концы. Но перед этим сначала нужно вам попробовать, как работает ваш замок. Потому что иногда клея немножко больше, чем полагается, и он сразу слепляет эту застежку. То есть пару раз поездить туда-обратно. Ну, естественно, конечно, примерить. Я уже не примеряю, потому что знаю, сколько нужно. У меня на дощечке вот такие отметки уже, потому что сто раз уже делала этот браслет. Как бы 5 сантиметров этого достаточно для концов. Отрезаем ровно 5 сантиметров по их сторон. Обжигаем, то есть обрабатываем их. Дальше специальная бусинка у меня есть такая. И делаю двойной, лучше иногда тройной, если у вас позволяет делать тройной узел. Хорошо, очень крепко держит. Можно залить клеем этот узелок, если хотите. И пропустить бусинку. Вторая, то же самое, бусина, двойной узел затянуть. Вот эти бусины мне нравятся тем, что они так садятся, что они не видно даже конца. И вот такой браслет у нас уже и готов. Посмотрите. Ни у кого такого нет. Совершенно отличается от других. Замечательно. Мне нравится. Прелесть. Очень просто, быстро. И будет только ваш. Пока. Увидимся.